На участке 12.0.15 в Бахчисарае установили кабинки и урны для тайного голосования. Сверили списки избирателей. А их завтра ожидается немало. Всего здесь зарегистрировано почти 1700 человек. К такому наплыву желающих поучаствовать в судьбе Крыма, говорят в комиссии, готовы. Участковая комиссия готова к завтрашнему референдуму. Члены комиссии на месте. Бюллетни получены, списки получены. И готова выписка избирателей, голосующих на дому. А сегодня на участках встречали международных наблюдателей. Фрэнк Креймон приехал из Бельгии. Референдум считает легитимным. Говорит, его страна тоже скоро будет проходить через это. А пока Фрэнк следит за конкретным примером. Я буду следить за тем, как организована вся работа. Как люди будут приходить, как их будут обслуживать. Соответственно, как будут подсчитывать результаты референдума по его окончанию. Все как один международные наблюдатели уверены, крымчане имеют право на волеизъявления. И то, что сейчас происходит на полуострове, законно, в отличие от событий в украинской столице. Мы знаем, что так называемая центральная власть Киева, то есть это именно антиконституционная хунта, они свои условия диктуют, они вмешиваются в эти выборы, они пытаются со всеми силами вмешиваться. Они представляют себя как правительство Украины. Единственное легитимное, что здесь сейчас, это именно референдум. Международные наблюдатели недоумевают. Запад поддержал жителей Косово, а крымчане оказались вне закона. Я хочу спросить у западных стран, почему они считают, что если люди в Косово проявили волеизъявления и получили независимость, это считается нормальным западными странами. А люди, которые в Крыму собираются проявлять волеизъявления в отношении своего будущего, это ставится под вопрос, под сомнением. От того, что 16 марта увидят наблюдатели в Крыму, зависит дальнейшая позиция многих стран. У республики есть неплохой шанс доказать. Жители полуострова имеют право сами решать, как им жить дальше. Но уже сам факт, что следить за голосованием будут гости из 20 стран мира, говорит о том, что референдум признан. Елена Бережная, Роман Бондарев, Время новостей, Бахчисарай. Редактор субтитров А.Семкин